Бакинский парад ужасно попортил настроение. Про армян я уж не говорю. Все и было придумано так, чтобы сделать им максимально больно, и в этом смысле все получилось. Но были те, кому было еще больнее, чем армянам и даже чем Эрдогану. А больнее всего было русским патриотам. Для них Бакинский день победы стал смертельным зрелищем. Не случайно на самых главных каналах не было ни единого кадрика. Ну, а на местах могли быть, но их просто пропустили по глупости. И дело не в поверженном союзнике, не в Армении, о которой теперь Баку вытирают ноги. Нет, Москве пофигу на самом деле Армения. Там нет ни людоедов, ни отравителей, ни маньяков. В руководстве страны не присутствуют шизофреники и серийные убийцы, как в Белоруссии. То есть особых причин у Москвы любить Армению нет. Ни военный позор Армении переживала Москва. Причина боли была совсем в другом. И это действительно была лютая боль. Дело в том, что бакинские варвары в совершенно непотребном виде, искореженную и закопченную, привезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России, технику. Азербайджан хвастался перед всем миром своими трофеями. Он показал всю ту технику, что Москва тихонько передавала последние годы Карабаху. Карабаху. Погибшую и искореженную. Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку. Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показала российскую супертехнику после реального боя. И показала ее истинную цену. И С-300, и С-400, панцири, грады, триумфы, танки, БРДМ, БТР, БМП. Все на что молится Россия. У нее, конечно, много богов, но Иисус, например, занимает местечко где-то между градом и панцирем. Баку крайне жестко продемонстрировала, что вот те же самые штуки, что служат идолами русских парадов, но уже после встречи с маленькими еврейскими и турецкими беспилотниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова